Руководитель специальных программ Центрального офиса Айдата Арвд Геворгу Косян представил подробности резолюции сенаторов США, в которой они требуют от Госдепа отчета о нарушениях прав человека в Азербайджане. Сенаторы США Эд Марки и Билл Кэссиди представили двухпартийную резолюцию с просьбой предоставить отчет о ситуации с правами человека в Азербайджане в соответствии с разделом 502 Б.С. Закона об иностранной помощи, который позволяет Конгрессу запрашивать информацию о ситуации с правами человека в стране и в свете полученной информации изменять или прекращать помощь США этой стране в области безопасности. В беседе с Армен Пресс Гукосян отметил, что следующим шагом, связанным с резолюцией, является подключение к ней как можно большего количества конгрессменов и обеспечение ее двухпартийной поддержки, после чего резолюция будет представлена в соответствующий комитет, а затем на пленарное заседание. После обсуждения и одобрения Конгрессом документ немедленно вступит в силу. В последние годы армянская диаспора США, комитет Айдата, имеет ряд важных политических приоритетов. В первую очередь лишение Азербайджана американской военной помощи, что по сути является выполнением требований поправки 907 закона о поддержке свободы. После терактов 2001 года Институт президента США получил право один раз в год отказываться от требований поправки 907. До этого года все президенты пользовались этим правом, в результате чего Азербайджан получал военную помощь, сказал Гукосян. Хотя поправка 907 не была отменена президентом США в этом году и фактически вступила в силу, президент по-прежнему имеет такое право, и сейчас предпринимаются усилия по различным направлениям, чтобы лишить Институт президента право отменять указанное постановление. В конце прошлого года Сенат единогласно принял резолюцию, которой главу Белого дома лишили этого права. Однако данный процесс также должен пройти определенные законодательные этапы и быть принятым Палатой представителей Конгресса, в результате чего он приобретет полноценный правоприменительный характер. На этом работа не завершается, и последняя инициатива сенаторов касается активации положения закона США о внешней помощи, который предусматривает строгий мониторинг государств, получающих американскую помощь. Авторы поправки утверждают, что Азербайджан, согласно законодательству США, в случае этнических чисток в Нагорном Карабахе, политики геноцида и в целом вопиющих проблем, связанных с правами человека внутри этой страны, не может получать данную помощь. Поэтому цель возобновления данной поправки заключается именно в том, чтобы Азербайджан вообще был лишен любой помощи, отметил представитель Айдата. По словам Геворка Гукасяна, смысл представленной сенаторами резолюции заключается в применении этого закона к Азербайджану. Естественно, в результате расследования должна быть выяснена ситуация, связанная с нарушениями прав человека в стране, что станет еще одним веским доказательством и материальным основанием для утверждений, что американская военная и любая другая помощь Азербайджану в первую очередь нарушает систему ценностей США, провозглашенные политические принципы, а также законодательства. От имени комитета Айдата мы пытаемся работать одновременно в нескольких направлениях и лишить Азербайджан американской военной помощи. Сейчас вся работа направлена на то, чтобы главу Белого дома лишить права отменять применение поправки. По крайней мере, в Сенате уже есть единодушие, а в Палате представителей по этому вопросу представлены две-три резолюции. Другой важной целью является применение санкций против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и военным преступлениям, которые по американскому законодательству оформляются под названием санкций Магнитского, отметил Гукасян. По его словам, американские резолюции несколько отличаются от резолюций, принятых парламентами других стран. А американские правовые нормы имеют иную природу. Например, есть резолюции, имеющие прямое правоприменительное значение. Если считать поправку 907 санкций, то она сейчас действует, но речь идет и о применении глобальных санкций Магнитского, с которыми есть сложности не только в США, но и в европейских странах. Тем не менее, в последнее время разговоры о введении санкций против Азербайджана активизировались. И Жозеп Боррель, и официальный представитель внешнеполитической службы ЕС, в последней неделе несколько раз говорили об этом. «Это, конечно, хорошо, но с точки зрения осязаемых, индивидуальных и целенаправленных санкций, успехов пока нет», — заключил представитель Айдата. Продолжение следует...